Светлана живет в Северодонецке. Вместе с мужем и друзьями они собрались ехать отдыхать в Дубай. Девушка говорит, вылет задерживали несколько раз, но причину не объясняли. Потом нас посадили в самолет. Мы, конечно, немножко уже устали от всего этого, но все-таки сели. В надежде, что все-таки мы взлетим. Мы полетели на взлетную полосу, но после трех, я так понимаю, три раза заводился двигатель. Он работал, даже мне женскому мозгу было понятно, что здесь что-то не то. Ну, очень было много детей в самолете, и многие сказали, нет, нас на таком самолете не устраивает. Что случилось в самолете, людям объяснили только на английском. Разобрались не все, рассказала Светлана. Пассажиров высадили и просили подождать до утра. Среди туристов началась паника. Девушка вместе с мужем уехала ночевать в отель. Утром вернулись в аэропорт, но лететь отказались. Там начался просто хаос. В аэропорту холодно, ничего не предоставили, ни воды, ни тепла, ни гостиниц. Пока просто люди не взбунтовали. Один человечек был единственный здесь. Девочка, которая не давала вразумительные ответы, куда нам идти, что нам идти и как нам быть. Регистрацию люди, конечно, попроходили на свой страх и риск, но нам не захотелось надеяться на русское авось. В пресс-службе аэропорта объяснили, паника началась из-за недостатка информации. Также рассказали, часть пассажиров ночевала в здании. Тех, кто согласился, отправили в отель. В 16.43 самолет с пассажирами выехал на взлетную полосу, но принял решение, экипаж самолета принял решение вернуться обратно. Вот это было связано с технической неисправностью. Это была поломка датчика обогрева двигателя. Вот эта поломка была устранена и сегодня, 7 февраля в 12.52 самолет вылетел по назначению. Мы попытались связаться с представителями авиакомпании в Киеве, но рассказать что-либо о происшествии нам отказались. Направили за комментариями в центральный офис в Дубае. Будут ли возмещать ущерб пассажирам, которые не полетели, также неизвестно. Александр Блиников, Георгий Жилич, Панорама.